Продолжение следует... Нет. Я понял, что необходимо сначала рассказать о себе. Я студент четвертого курса физического факультета ИФУ и занимаюсь тем, что разрабатываю электронные аналоговые устройства. Вообще точно я не знал, куда хотел поступить, но потом мой преподаватель по физике заставил меня в этот предмет, поэтому свою студенческую жизнь я посвятил физике. И знаете, очень часто бывает, что мы ходим по улице и видим непонятную грязь, она заставляет нас немножко грустить. И вообще, кроме того, что есть грязь на улице, мы задумывались о том, что происходит с тем мусором, который мы выбрасываем в обычный мусорник. Я вам просто приведу пример. Слушайте, все мы, большинство из нас культурные люди, я уверен, что здесь все, и поэтому мы мусор кладем в мусорник. Правильно? Это мой небольшой мусорник. После этого мы вынесем мусорный жбан, оставляем. Ну, пакет, допустим, забираем обратно, либо... Не важно. Главное, что мы поставляем мусорный жбан. Мы целенаправленные культурные люди. После этого приходит мусоровоз, Джун-Джун, и везет его. И после этого обычно, в 99% случаях, мусор просто выбрасывается. О! И после этого именно таким образом преобразуются свалки. Конечно, люди находят способ, как им как-нибудь эти свалки реконтилировать. Реконтилировать, то есть сделать из них территорию, на которую можно вполне себе жить. Ну, и, например, берут пультозер и просто стараются все закопать и утробовать. Но почему-то это не всегда работает. Почему? А ведь на самом деле... Большая часть нашего мусора — это ценный ресурс, который нельзя выбрасывать. Полиэтиленовые пакеты находят вторую жизнь, и из них можно сделать выдачные вещи. Конечно, и самое ценное — это, наверное, металл. Во-первых, он самый дорогой. Вы, наверное, видели бизнесменов, которые ходят по улице и собирают алюминиевые банки. Взял 80-90 килограмм. По-моему, это неплохой эксперимент. Ну, конечно, ребята, вы проводите такой опыт. И собирали в течение дня алюминиевые банки. И за 6 часов в 10 ровно собираем целых 215 рублей. Я считаю, что это... Вы должны поаплодировать. Это всё на самом деле визитный ресурс. Бумадой можно также использоваться в зависимости. Электронные устройства тоже. А батарейки вообще нельзя выбрасывать на свалку, поскольку они загрязняют почву и выживают ёжиков. Если их выбросили в модель, то на ваших руках смерть ёжиков не делайте так. Девочки. Что, ты, буху нет ёжиков. Сашли ёжиков. В Ростове нет пунктов приёма для спора пищевых отходов. Но надеемся, что скоро появятся, либо мы можем сами их организовать. У нас всё так тяжело. Можем ли мы сказать, что космос в тот момент победил? Да. Пакет оказался сильнее. Я думаю, нет, потому что проблему с мусором можно решить государственным методом или частным. Государственным можно посмотреть, например, в Швеции, Финляндии и Японии, где всем введён закон о том, что необходимо раздельно собирать отходы. И они обязательно проходят переработку. Либо можно, как в России, придумывать собственные методы, как замотивировать людей, как сортировать отходы и вообще потреблять меньше мусора. И поэтому чуть больше года назад я сделал бонусную программу, которая зовёт скидки и подашки за выполнение эко-заданий. Эко-задания — это задания, при выполнении которых вы улучшаете состояние природы. Например, есть ли среди вас люди, которые любят пить кофе? Поднимите руки. О, я тоже люблю. Скажите, а кто-нибудь покупает кофе в одноразовых стаканчиках на улице? Она покупает. Скажите, а вы же с чего не съели? Кто-нибудь не может показать? У вас рассказали. Бумага, пластик. Бумага, пластик. А, если в дентрагу будет стоять коктейнер, то куда вы ставите? Крышку отдельно. Крышку отдельно, да? Там внутри в стакане есть. Что? Там внутри в стакане есть. Вот именно. Поэтому я хочу показать вам небольшое видео. Трэш-фикшн. А, ничего не видно. Давайте переставшим своим фильмом. Музыка поднал. Народ. Музыка поднал. Трэш-фикшн. Музыка поднал. Музыка поднал. Да, без видео. Конечно. Но, первое, есть другие задания. это использование многоразовых вещей. То есть, ходите в магазин со своим пакетом и не стесняйтесь возрастать советские традиции. Также доставайтесь от своего региона переработку, повторно используйте в своей жизни вещи или фотографии, как вы это делаете, сажайте деревья, сады и прочее. Участвуйте в рамках, сады, вы можете сфотографировать и прислать. Приглашайте людей в часть этой программы и также используйте многоразовые стаканы, либо термос. Вы просто, например, ходите со своим термосом, можно вас взять туда? Почему вы можете? Подохранируйте его, присылайте и получайте лекобалов, которые можно копить и вытойки менять, и снижение подарков. Так что мне дают примеры фотографий людей, которые сдают отходы. Вот статистика проекта за этот год, начиная с декабря 2018-го. Всего 83 человека прислали фотографии, в них в инстаграме 53 фотографии, а всего 360 фотографии. Но самое прикольное, на мой взгляд, это то, что всего 81 человек получил подарок. Сказалось бы, как это может получаться, что 83 человек прислали фотки, а 81 получил подарок. На самом деле, мы даем подарки на мероприятиях, которые мы организуем. Мы организовали всего 20... Нет, мы организовали 23 мероприятия, а 19... Самое последнее, которое мне понравилось, было в Индушетии. Точнее, как, я решил в Ринке организовать рассказ о том, вообще, как жить экологично, и рассказать об экологических инициативах Ростова-на-Дунду. И сразу после этого я поехал в Индушетию. И меня, честно говоря, очень удивил этот регион, потому что они реально отличаются от нас. И самое необычное их предложение, по тому, как можно культурировать экологичный образ жизни, это рассказывать людям об экологии через религию. И, на самом деле, в Санкт-Петербурге уже действует такая практика. В гуддистском храме стоит бак для сбора пластика и также бак для сбора вещей выстреляющихся. Ростова-на-Дунду. Ростова-на-Дунду. Много раз. Раз. А вот я, в частности, здесь в гуддистском храме Ростова-на-Дунду. Как я могу видеть или читать в вашем видео? Очень просто. Дальше я дам контакты этой группы. Вы просто посылайте фотографию, вы уже автоматически включены. Фотографию выполним задание. Вы, как-нибудь, пропагандируете свою деятельность только связываете с электорами, чтобы принимать? Да, мы несколько раз ходили по школам, но это, порой, сложно сделать. Мы, в основном, выбираемся на университетах. А, ну, смотрите, я обычно, ну, точнее, мы раньше, наша семья собирала пластик отдельно и выбрасывали, но один раз мы просто заметили, как этот пластик собирают. Они отдельно складывают только бутылки пластиковые, а всякие пакеты, упаковки также в обычные мешочки. Это имеет смысл вообще тогда сдавать весь пластик? Или просто теперь мы только бутылки собираем? Это очень неправильное замечание, потому что, к сожалению, в небе есть пластик, который у нас есть и вырабатывается. Так, в Ростове, иногда вы видите, я думаю, вы тоже вздавали в контейнерах, и на них должно быть написано, что они принимают пластик с маркировкой 1 и 2. Маркировку вы можете увидеть. На упаковке. Это треугольник, на котором написана цифра. Здесь, например, цифра 5. Если интересно, могу дать каритан. Я думаю, все внимательные изучите. Какие у вас? Я очень люблю чай. Вот наш вопрос. А почему на мусоро-сжигательных заводах не сжигают мусор? Еще раз Кира, что это спросило? Почему на мусоро-сжигательных заводах не сжигают мусор? В России на самом деле есть несколько мусоросжигательных заводов, а все они находятся в Московской области и в Москве. Однако, на мой взгляд, и на взгляд жителей, которые живут возле мусоросжигательных заводов, это не самый лучший вариант, потому что у нас нет достаточной степени очистки, выделяющейся дымом из мусоросжигания. Кроме того, есть еще проблема, связанная с тем, что в вопросе при сжигании мусора у нас все равно выживаются отходы. Он не улетучивается никуда, у нас остается пекел, который утилизировать намного сложнее, чем обычные БТВ-отходы, к сожалению. То есть у нас было, допустим, 200 тонн мусора, а стало 100 тонн мусора, который, конечно, занимает меньший объем, но его утилизировать намного сложнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам, рядом с ним нужно следить... Д愚 Почему для меня проще общаться с университетами? Потому что, как показывает практика, они просто более открыты. Вот и все. К тому же я учусь в Южно-Федеральном университете. Это большой университет, который располагается в нескольких городах. И даже просто я еще не обошелся в факультет. У вас следы в Ростове есть? Может, пункт переработки батареек? Нет, есть пункты по приему батареек. В ближайших, кстати, кто знает, где находится в ближайших? В ленте, еще кто знает? В личной библиотеке. В личной библиотеке, еще кто знает. Смотрите, вам уже сказали, куда сдавать. И мне даже не пришлось открывать рот. Вообще, батарейки не рабатывают с челягами. Агельс, я очень хочу, чтобы проект расширился. И нужно с этим заниматься. И, кстати говоря, если вы хотите помочь проекту, то, пожалуйста, дальше я дам контракт и пишите. Мне очень нужна помощь. Еще один вопрос. Вот вы сказали, что вы сталкивались с проблемами, как раз, коммуницированные с школьниками. А какие вообще вы проблемы сталкивались? То есть, на своем опыте, когда, может быть, люди не принимали ваших... Это отдельно, я вам скажу. Слик, ну вот что ты поднимал? Тут на двух видах пластика есть одна маркировка ЕАЦ. То есть, он прошел там, может, и все здесь в России. А тут где-то почему? А? Я не знаю, но... Не понимаю, что... Что вы просите? Я могу рассказать только о цифрах. Кроме того, к сожалению, одноразовые стаканчики, несмотря на то, что у них есть маркировка, их не принимают в Ростове. Пожалуйста, не покупайте. Запрещенка. Громче. Вас подвигло на проект экологии? Все. На два вопроса. Смотрите. Ну, вы просто знаете, что в Ростове есть свалка. Она находится на велицовке, и она, к сожалению, постоянно горит тупо. На самом деле это наша вина. И это моя вина, в том числе. Она лежит на моих руках и на моем сердце. Я не могу этого допустить. Поэтому захотел, чтобы как можно больше людей стали жить экологично. И начал находить партнеров для этого дела. Например, вы можете бесплатно сходить... Ладно, не бесплатно. Со скидкой 10% сходить в качалку. И... Также... Можете получить скидку на нарушенную. Можете бесплатно покушать в ресторане. Скушку. Получаем скидку. А как пользоваться этим? Ну, вот... Там пакончики? Вы можете... Поплатить готиков. Знаете, у готиков лапки. И поэтому они не могут помочь в природе. Потому что они могут наградить тех, кто может вас. Можете получить чай. Можете получить вазу. Самый прикольный, на мой взгляд, подарок это... Велопрокат. Особенно летом. Сертификат сразу на две поездки. И другие. Вообще, как получаются скидки? Это, на самом деле, сложно. Потому что, особенно в начале, я не понимал, кому именно писать. И поэтому я сделал себе список потенциальных партнеров. И просто начал всем предлагать участвовать в программе. Но одна из историй очень интересная. Как-то раз я решил на Суворовском организовать уборку в прошлом году. Ну, на какой-то, если я не знаю точно. И я собрал очень много людей. Целых одного. И мы вместе пошли выбирать. А можно рассказ про вас? Подождите, пожалуйста, на секунду. Нам пять минут. Мы начали выбирать. Я выбираю. Хорошо, что там был в перчатках. И тут я вижу какой-то большой железный пигмент. Я достаюсь, смотрю, думаю, господи, зачем кто-то выбросил системный блок. Потом из него, знаете, посыпались деньги. И я подумал, это же золотая жила. А сколько денег вы собирались? И я собрался 55 рублей. Это был мой первый опыт зарабатывания денег на рекламе. Но еще, знаете, я подумал, может, браку смотреть это на новый год. А потом мне нашло, что это же может быть улика. И я решил не брать. Хорошо, что был в перчатках. Потом каждый раз мне нужна была церковь. И я решил пойти в магазин констовара. И рассказал продавщице историю свою. Представляете, у меня целый день нет света. Потому что кто-то у нас взял и украл кабель. Они продолжали отвечать. Да, вот какой же у нас район сложный. А я как в прошлом году работал в другом месте. У нас был магазин в начале Саворовского. И, представляете, у нас взяли и украли кассовый аппарат. Я говорю, что что, правда? А я, ну как, видел, вот мой. Он говорит, да, может быть, пожалуйста, пойдите посмотрите. И было, знаете, зимой темнеет очень рано. В шесть вечера темнота и мокрый снег. Вообще, обожаю ростовскую погоду. А именно, знаете, дождь, который сразу превращается в лед. И я начал ногами искать этот кассовый аппарат. Начать его кончиться. Нашел, положил в пакет, чтобы никто не спалил. Ну вы же никому не расскажете, да? Один хозяин магазина говорит, да, это действительно мой кассовый аппарат. Вы можете взять всё, что хотите с прилавка. Я говорю, я брат на него. Дайте какую-нибудь скидку или подарок участникам моей программы. Он говорит, да, лучше, конечно. И таким образом вы можете получить скидку или подарок. Ой, точнее, вы можете получить скидку 10% в канцтоварах на субборах. Какие были они? У вас в уроке? Да. Сложно ли было найти единомышленников, чтобы поддерживать этот проект? И много ли времени вы уделяете? Я уделяю каждый день, потому что каждый день посылают фотографии, участники. И нужно их обрабатывать. Получается, что основными помощниками у меня имеются люди, которые ставят баллы за творческие задания и за наведение порядков. Просто потому что очень сложно определить критерии оценивания данных заданий. А так, основные работы в Ростове делаю я. Если мне нужно провести мероприятие, то у меня есть команда, которая готова помочь. Сложность есть, я думаю, это и так понятно, в чем это проявляется, что сидишь на некоторых парах и становится скучно. Нужно делать пасы, чтобы каждый день люди захотели и видели какую-нибудь интересную новость. Ну, на самом деле, просто приходится совмещать. Ничего откровенного, да? На самом деле, металл, который уже прожилел, это все равно хороший металл. Потому что сначала металл здесь вкладывают в печку, набеленный по типу, а дальше его кладывают. А потом весь оставшийся шлак. Шлак – это краска, это примеси металлические, это ржавчина. Он скатывается на металл, поскольку он легче. Его весь запирают, а дальше, возможно, химическим способом, например, из той же ржавчины, даже правильный металл, поскольку это всего лишь приоритированный кислородом желе. У вас был вопрос? А был вопрос, что нужно сделать, чтобы люди опомнились все? Честно, я не знаю. Ну, я стараюсь двигаться в этом направлении хотя бы так. Пожалуйста, вы можете сфотографировать контакты, подписываться на нашу группу. Какой следующий год? Повторите вопрос. Какой следующий год? Я не знаю. Можно ответить вопрос? Возвращаясь к учебе, есть такая огромная проблема в школах, что когда начинают заниматься активной деятельностью, то учителя становятся против, потому что они считают, что если ты занимаешься чем-то другим помимо учебы, то ты стартишься, ни на какую недаль не пойдешь, никакой антистат не получишь и так далее и тому подобное. Как относятся к вашей деятельности, вашим преподавателям в университете? Извините, как вас зовут? Лиза. Лиза, на самом деле есть те, кто против и те, кто за. Это нормальное явление. Есть те, кто против, ну совсем против. Я помню, я своему другу сказал, слушай, вот у тебя так много макулатуры скатывается, не мог ли ты ее начать создавать на этой работе? Он мне сказал, иди на три группы. Прошло два месяца, и я говорю, знаешь, ты можешь получить билеты в кино, если будете создавать макулатуру. Он говорит, ну хорошо. Но на самом деле, вдруг поменялся, и слава богу. А что я хотел сказать? Просто не пришлите внимание на тех, кто вас не любит. Они потом могут вас полюбить. Это такое классное чувство. Знаете, вот моя деятельность мне порой напоминает просто бросание горошка в стену. Это же пусть помыслное занятие. Я упираюсь, никак не могу их сделать. Но в итоге все равно горошек побеждает. И кто там будет? И как ваша семья и ваша деятельность мне порой напоминает? Моя семья пришлась к этому хорошо. Все они здесь очень хорошо. Я чувствую поддержку с этой стороны. Они начали тоже сортировать отходы. Это очень классно. А что вы собираетесь делать с того, как вы можете в университете? У вас появится работа в ледминице-курного зимунице? Ну, я сейчас немного подрабатываю рекомендитором по физике. И планирую также продолжать этим заниматься. Честно говоря, я точно не знаю. Но собираюсь поступать на геофак и работать в направлении экологии. Желательно, чтобы достала моей финансовой опоры. Вот примеры. Ты смотришь фотографии. На мой взгляд, самые прикольные. Вот девушка с овощкой. Парень с овощами. А вот, к примеру, законные творческие задания. Например, один парень уже сделал медиатор для гитары и скат. На него взяла и организовала сбор батарейки. А вот эти получили. А можно чего? Работа? Программа работает в трех городах. Вы здесь представили. Раньше можно, да? Хотим в дальнейшем ввести какое-то свое производство. То есть, местные контейнеры у вас? Очень много вопросов. Очень мало ответов. Производство челок? Свою мерч? Да. Да, сейчас. Свою мерч. И как вас зовут? Вера. Именно этим я и занимаюсь. Я исказал вот такие рюкзаки и аксессуары из обычных баннеров, которые на фамилии сядут здесь. Знаете, я прям смотрю на него, у меня слюнки текут. Знаете, проблема баннеров заключается в том, что они очень часто одноразовые. И я подходил ближе, и на нем написано зима 2020. Сколько раз будет 2020 год и зима? Один. Один раз. А рюкзак будет и на один день? Можно я кому отдавать? Да, только один раз. У нас с 90-х годов баннера здесь лежат. Где ты был в следующий год? И, например, делал такие пеналы. И ручки. К сожалению, ручки я не успел привезти. Вы понимаете? Это не круто. Здесь он немного подлёпывает, поскольку я разбил его, что прибыли. Можете посмотрите. Причем, это реакция действий, с которой поможете мне прибыть. Когда я поехал на дюшете, мне заказали 60 ручек. Ну, потому что можно мне купить поездку. Здесь, например, вы можете видеть скота из фото-кафе. То есть, вы можете заказать сумку из вашего личного баннера. Сейчас вы можете купить аксессуары из баннеров в двух магазинах. Это кто-то, какой лапы и госты. Знаете, кто лишь шоков? Да. А также, в том месте, где находится цифр-плат. Тоже, знаете, цифр-плат. У нас есть магазин, много отходов. На первом этаже заходите и можете посмотреть. В принципе, разбудить поближе рюкзак. Он немного недоделанный, поэтому не для продажи. Если хотите, можете поместить. Ну, либо... Нет. Но очень много классных экологических инициатив есть. Например, посмотрите на этот плачет. Ребят, здесь. Как вы думаете, из чего он сделан? Из плачетов? Нет. Из плачетов? Из плачетов? Из плачетов? Хочешь ли плачетов? Из плачетов? Из крышек. Да. Это... Материал VTPA, то есть... По литерам высокого давления. Технология намного сложнее, чем изготовление скулок из плачетов. Это просто не шейную машинку для плотших. И уже можно что-то творить. Если это сделано... Да, у вас вопрос? А если вы говорили о стилке из плачетов, чтобы это было полностью как 10 кг дома, вы думали о том, чтобы ткань, производитель, была вторичной? Смотрите. Эта же ткань вторичная. Киометр-плачетов. Не-не-не. Я просто для лет... Ручки... Про ткань. Про саму ткань. Ага. Ну, конечно, я стараюсь использовать вторичную ткань. Здесь, к сожалению, до конца не получилось. Но есть классный пример. В Питере делают такие сумки, только у них в качестве лямок используются ремни метоплатностные автомобили. Вот как пример. А так, да. Простой, кстати, вы можете записываться на группу. Кто не подписался? Смотрите. Кто не подписался, тот не выйдет сегодня. Это... Агназация. И там есть пять вопросов. Если есть вопросы, то даже спешите. Смотрите. Вот и я сколько мы думаем с университетом. Да, без проблем. Да. Вы можете... Да, вы... И спросите. Вы... Все голосовали, да? Да. Я хочу еще сообщить о крутом экологической инициативе. Ребята, ребята, давайте еще много послушаем, а потом... Да. О крутой экологической инициативе, это эко-стенд. Здесь стенд, на котором лежат ячейки, внутри которых лежат мусор. И так же под двух сторон подписано, что... Куда можно сдавать, как долго это располагается, вроде какую грязь это нанесет. Сказалось, да. Они изготовлены из... Ну, да, не совсем амортических отрядов. В поликарбонатах, это снизло. И так же, это само... Самый классик, на котором накажена информация. А... Это помер. Вы знаете... На первый взгляд, она строит два... И не очень ярких примеров. Затова, когда разбили эко-стенд, все были в шоке. Однажды ночью, сразу, через четыре дня, после того, как мы его поставили, его взяли и разбили. Мы не нашли дыновных, но я решил организовать порт средств по починке, и мы собрали более трёх с половиной тысяч рублей и ещё продолжали их присылать для того, чтобы вы уточнили. Можете с вами всю информацию увезти в группе и даже что-то запросить. Всё, я думаю, ребята, уже время вышло. Последний вопрос... Где бы деньги нашли на этой группе? Возьмите какой-то статар. Повторите вопрос. Расскажите о деньгах. Расскажите о деньгах. Николай, откуда ты взял деньги для того, чтобы начать весь этот проект? Меня спонсировал я, прежде всего. А в целом, основная программа не требует единственных приложений. То есть нам потребуется совсем скоро. Мне хочется создать сайты и приложения. Нам удобно, конечно, приложения чистых игр. Не знаю, вы не знали? Да. Хорошо, да? Всё, по-хлопам Николай. Ребята, очень крутой проект. Реально очень крутой проект. И самое главное, что любой из вас, вот прямо сейчас, может принять им участие. Может помочь в нашем городе. Каждый из вас может делать точно такой же проект. Чуть-чуть другое. Но главное, что этот проект, как сказал сам Николай, он сделал абсолютно сам. Без помощи каких-либо финансовых от других предельниц. Всё своими руками, своими мозгами. Вы можете делать всё точно так. Большое спасибо. Спасибо.